Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мокрыми руками старается не задевать ничего. Итак, мы озвучиваем... Занятия были в Потеряевке с 91-го года. Как-то я уезжал, и мне написали бумагу от лица всех жителей, чтобы не бросать эти занятия, иначе для чего мы сюда и приехали. Тематические. Купили инструмент, там в городе топоры, допустим. У меня сразу тема инструменты и предметы быта. Так, то, что нас окружает. Были ли эти предметы известны людям древности? Как пользовались этими предметами, и как отразилось это на психологии тогдашнего народа? Древнейшие книги Библии, Пятикнижи и книга Иова. Мы посмотрим на инструменты священства, и согласно этого легко придем к заключению, что такие предметы были у народа. Сейчас спорят о возможности вместить всех зверей в новом ковчеге. Мы воспользуемся самыми современными расчетами площади палуб корабля и количества животных. Тогда была одна порода собак, а не 9 тысяч. Также о свиньях и коровах скажем. От тех, сохранившихся, были выведены разные породы потом. Поэтому все уменьшается в сотни, даже в тысячи раз. Тогда были у священников щипцы. Отсюда делаем выводы, что предположительно они уже знали, как держать огненные вещи. Это и наши газовые ключи, и плоскогубцы, и кусачки, и все, что работает по этому принципу. Тогда производили счет. Это и есть калькуляторы, и даже компьютеры. Теперь только боли усовершенствовали. А суть та же, и Клисиаст 1.9. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового над подсолнцем. Ничего нового. А другой говорит, как не было. А смотри, геликоптеры, как называют, вертолеты полетели. Он показывает вертолеты. Ты посмотри на стрекозу. Готовый вертолет. Ну, а подводных талудок не было. Не было. А дельфин, а кит. Ну, а самолетов не было. Не было. А птицы показывали фильм про Жуковского. Как сколько крыльев он разрезал и узнавал. Оказывается, верхняя часть должна быть округленная. За счет самолетов-то сейчас какие горбатые стали делать. Чтобы подъемная сила увеличилась. Ну, воздух рассекает. Он обратно с той стороны крыла должен сходиться вместе. И где большее пространство, значит, скорее идет. А скорее, значит, меньше там давление. И снизу давление 450 килограмм на квадратный метр. Площадь была лошадь. Значит, была и одна лошадиная сила. И когда говорят, что двигатель ракеты 150 миллионов лошадиных сил. Ничего нового. Просто большой табун лошадей. Скажут, что тогда не было электричества. Было написано, что были молнии. Исход 19.6. На третий день при наступлении утра были громые молнии. И густое облако над горой Синайскою. И трудный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ бывшей в стане. Второе царство 22.15. Пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнией и истребил их. Слово молния встречается в Библии 40 раз. Знали люди очень хорошо про электричество уже в древности. Нужно научиться видеть переход на наши дни. Того, что было в древности. Древности. Окончание, чтобы четко звучало. Любая лопата это маленький эскаватор. Плуг это большому трактору брат родной. Топор 11 раз в Библии стучит из древности. И в начале истории про топор известно, что это смертоносное орудие. Второзаконие 19.5. Кто пойдет с ближним своим в лес срубить дрова. И размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево. И соскочит железо с топорища. И попадет в ближнего, и он умрет. Такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Муж что-то долбил ломиком. И любимая жена решила сзади потихоньку подойти и обнять его, зажав глаза ему. Он же в это время поднимает ломик бить в лед. Сразу попал ей в висок. И она пала мертвая. Для него это трагедия. А во-вторых подсудное дело. Доказательств никаких нет. Что так именно решил он ее жизни. В Библии уже было предусмотрено, что если случится такое нечаянное убийство, то что теперь тебе делать? Бросил палку в собаку, а из-за полейницы выскочил ребенок. И ты убил его. То что тебе теперь делать? И были отданы шесть городов земле Израилевой, куда могли убегать нечаянные убийцы и там вскрываться. Не было того, что тюрьмы, 25 лет, его охранники. Не было этого. Не было. Должен заплатить и выпустили. Чтобы выкупили, пока не отдаст. Терезаконие 19.6.11.13 Добо мститель за кровь горячности сердца своего не погнался за убийцу и не настиг его. Если далек будет путь и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня, но если кто у тебя будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер, да не пощадить его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Ну вот Буданов, Эльза Кунгаева, арестована была им, он теперь доказывал, что она была снайперша, но на самом-то деле не так. И что он ее снасильничал, но родители, все доказано было, насильник, полковник Буданов Юрий, командир танкового полка, но у них это так считается позорным, что они сказали выщеркнуть это, убил, и все. И несмотря на это, все-таки народ просочилось, что дочь изнасилована была, и они выехали в Данию. Вот как народ это понимает. И неумышленно убившие должны были сидеть в этих городах, пока не умрет первосвященник. Их свобода зависела от смерти духовного лица. О чем они молились в эти годы? Ну ясно делал, чтобы скорее умер. Враги не давали точить инструменты, и те, как дробовики, стояли на учете. Все топоры. И те, как дробовики, вот эти, что там, топор надо потащить, тяпку, как дробовики, то есть дробью стреляют ружье, стояли на учете, все топоры. Как вот при коммунистах, пишущая машинка, с нее снимали печать, как буковки выглядят, и стояла на учете, чтобы найти, кто печатал. Так. Первое. Царост 13-20. И должны были ходить все израильчане к филистимлянам, оттачивать свои, не знаю, сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Позор для страны был невыносимый. Топоры были дорогими и редкими. Нужно было их на прокат брать и хорошо насаживать на топорище. Но пророк совершил чудо с топором. Четвертое. Царство 6-5. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, Ах, господин мой! А он взят был нас на поддержание. Экклезиас 10-10. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надо будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Мудрость оттачивает топор разума. Идет реклама порошка стирального, что застарелую кровь отстирывает. Но они дальше не говорят, что такое белье нужно не менее сотни раз отстирывать, прополаскивать, ибо весь этот ядучий яд ты будешь впитывать в себя через белье, и кровь твоя испечется. Мудрость пусть поможет разбираться в рекламе. Не ученый, как топор, не точеный. Тупой, как колун. Про колун в Библии не написано ничего, но мы знаем, что это тупой топор. Второзаконие 23.13 Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять за рой ею испражнение твое. Матфея 3.12 Лопата его в руке его, и он очистит губно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Пила. Исайя 10.15 Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто на дне дерева. Второе царство. 12.31 А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступал со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того, Давид и весь народ в Иерусалим. Вот устраивал оселся вам. Святой царь. Насколько простой инструмент пила, но сколько в нем простоты и столько и мудрости. Пила расширением зубьев внизу позволяет беспрепятственно углубляться в всей пиле. По этому принципу сегодня работает неисчислимое множество машин. Кто же изобрел ее? Вот и вопрос стоит. В каком народе даже неизвестно. Колесо когда появилось? Колесо никто не знает сегодня. Ножницы. Хотя это слово вообще не встречается в Библии ни разу, но ясно, что они были в Египте и в Израиле, и у арабов известно. Потому что с ножницами связано стрижение волос. А это было тогда широко известно. Бутие 41.14 И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Но остригся, стричь, слово, к нашим самым относится. Левитам 13.33 То больного должно остричь, но паршивого места не остригать. И священник должен паршиво вторично заключить на 7 дней. Иов 1.20 Тогда Иов встал и разорвал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю и поклонился. Бритва. Число 6.5 Во все дни обета Назарейства, его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарею Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Псалом 51.4 Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Исайя 7.20 В тот день обреет Господь бритвы, нанятую по ту сторону реки, царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. Лопата. Слово лопата и лопатка встречаются в Библии 13 раз. Назначение ее не только лакопать, но и подбрасывать вверх зерна, чтобы ветер отвел мякину. По этому принципу многие машины работают сегодня, вплоть до сепараторов. Лука 3.17 Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Меня интересует, что Библия говорит, а с нее выходим на остальное. Сегодня вообще священники так не оставляют. Он много знает, он разные побосенки рассказывает, басни. Ну ты посмотри, как в Слове Божьем написано. Тут даже разговаривать не надо. Когда говорят, платок носить, не носить, она посыжает голову. А в каком возрасте? Когда грудь еще сосет. Там написано, жена, женский пол. Так, а может не женский пол. Но если не женский, тогда через точку с запятой муж молящийся, тогда муж к мужу относится и младенец мужского пола. Дальше. Точила. Стригли топоры и другой инструмент. Этим словом называется описание места, где топтали виноград. И из этой емы точился виноградный сок. ОСЕ 9-2. Гумно и точила не будут питать их. И надежда на виноградный сок обманет их. И в Иль 3-13. Пустите в дело серпы, ибо джатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, ибо точили и переливаются, потому что злоба их велика. Это одно точила, которое виноград тосят, яма где. А другое, где, говорится, должны были, чтобы изострить инструмент, пойти тащить победившим их. Жернов. Что известно о жерновах? Девятнадцать раз упоминается о них. Исход 11-5. И умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородные скота. Рабы работали на жерновах, как плененный самсон. Обломками жерновов кидали со стены осажденные. Ожесточенное сердце сравнивалось с жерновом. Иофф 41-16. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Наши коренные зубы, как жернова, перетирают пищу. Екклезиаст 12-4. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова. И будет восставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пение. Крику петуха это последняя архангельская труба. Мясо воскресения из мертвых говорится. Звук жерновов есть благословение, потому что есть, что молочь. И если нет пшеницы, то это наказание Господне. Иеремия 25-9. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Звук жерновов и свет светильника. Жернова очень тяжелые и были средством наказания для приговоренных к утоплению. Матфея 18-6. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Кирка. Кайло и мотыга это тоже кирка. Первая царств, 13-20. Тяпка тоже кирка. Применение то же самое. Молоток. Это и кувалда, и молот, и все ударные инструменты. Судей 4-21. И Аильжина Хиверова взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. Употреблялась вся при строительстве 3-я царств 6-7. Когда строился храм, на строение употребляемо были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Ложный свидетель как молотом поражает. Притча 25-18. Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Молот, удар врага, пробита граница, пробиты стены. Еремея 51-20. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Кузнецы тогда были глухие. Серахов 38-30. Звук молота оглушает его слух. И глаза его устремлены на модель сосуда. В Библии подобно молоту. Как молоток взял в руки, так и вспомни про Слово Божие. Еремея 23-29. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Оно так же разбивает, проникает, сокрушает. Для Слова Божия нет преграды. Грабят, разбив витрины, и уносят ювелирные изделия. Даже во Франции. Молотилка. У нас есть такая на таку. Зерно отрабатывают. И это уже в комбайне есть. Подборщик, косилка. Все это входит. Исайя 41-15. Вот. Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Мекину. Первое параллель, упоминал 21-33. 23. И сказал Орна Давиду, возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот. Я отдаю и валов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром. Колесо. Без этого инструмента нигде сегодня почти ничего не найдешь. Но природа не создала колесо. Такое, но простое и нужное встречается в корне слов 202 раза. Из них на слово колесница 175 раз приходится. Никто не знает, какой народ изобрел колесо. Когда читаем о непонятной славе небесной, то она выражена в виде колес с очами и крыльями. Из Екиля 1, 15-21. Вот это прочитайте. Я тормозну. Прочитайте здесь. Дальше. Жизнь наша сравнивается с колесом. Экклесиас 12-6. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился к кувшину источника, и не обрушилось колесо над колодезем. Это все образно говорится о жизни человека. Сирахов 33, 5. Колесо в колеснице сердца глупого, и как вертящаяся ось мысль его. скрипит, проворачивается и придумывает своей мнительностью, ревностью, проворачивает одно и то же. Скрип, скрип. Скрип, скрип. Горшечники крутили ногами вокруг, и по этому принципу все шкивы, транспортеры, конвейеры. Сирахов 38, 32. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо. Ногами вертит, а тут у него глина, и он там делает сосуд. Плуг. Плугом проводят борозды. Как каждый из нас проводит борозду жизни и распахивает землю, новые сердца. Лука 9, 62. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и возирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Еремея 4, 3. И вот так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Тракторист не может умудриться в науке и развить свою память. Сирахов 38, 25. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? Серп. 14 раз встречается упоминание о серпе в Библии. Серп был орудием воровства. Второзаконие 23, 25. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосси руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Делали большие серпы, и они были орудием войны. Исайя 2, 4. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекают мечи свои на орала, и попья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Иоаиль 3, 10. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Это плуги, плуги на мечи. Славой пусть говорит, я силен. Серп – жатва, кончина века. Как только увидел жатву, только думай о кончине, о смертоньке твоей. Марка 4, 29. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Откровение 14, 14, 18. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобное сыну человеческому. На голове его золотой венец, а в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящей на облаке серп свой на землю, и земля была пожата, и другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, Пусти острый серп твой, и обрежь грозди винограда на земле. Потому что созрели на нем ягоды. Поется русское поле, я твой тонкий колосок. Значит, сознание где-то это теплится в каждом слушающем. Вилка, вилы. Второе паралипомяной 4.16. И тазы, лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Херам Авий, царю Соломону, для дома Господня, из полированной меди. Главным инструментом помощника в храме была вилка, которую они умело орудовали, чтобы достыкать куски мяса, получше и повкуснее. Это наподобие наших алтарников, которые тащат все вспоминальных столиков, что послаще. Первое царство 2.13.14. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варенья мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали не со всеми израильтянами, а приходившими туда в село. Ложка. Четвертое царство 25.14. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись в прислужении, взяли. У заключенных ложку зовут веслом. Угребайся, чтобы выплывать, чтобы тебя туберкулез не захватил. Этим веслом ты будешь грести к берегу свобода. Борозник. Исайя 7.25. И ни на одну из гор, которые расчищались борозниками, не пойдешь. Боя стерновника и колючего кустарника. Тогда туда будут выканять волов, и мелкий скот будет топтать их. Борона. Иов 39.10. Можешь ли ей в веревку и привязать единорога к борозде? И станет ли он баранить за того и поле? Все виды расчесок и все, что расчесывает, прочесывает местность... Расчесывает местность военная. А, местность военная, ага. Зачистка идет. Зачистка. Всех раненых достреливали. Рвутся по этажам. Туда очередь, гранату бросили вперед. А кто дальше идет, те разберутся. Где были люди, где дети. Нож. Бытие 22.6. Дальше нож. Отдельно отделяй от того текста. Так. Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. В суде 19.29. Придя в дом свой, взял нож и взял наложницу свою. Разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилева. И знаешь, о чем речь идет? Знаю. Знаю. И все орудия служат в основном убийству и для обрезания каменной ножи. Притча 30.14. Есть рот, у которого зубы мечи и челюсти ножи. чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Без ножа зарезали этой новостью. Ножны. 1 Паралипоменон 21.27. И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его. Иоанна 18.11. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Колодец. Слава Богу, у нас научились колодцы рыть. Правда, сверху не очень, а внизу хорошо получается. Бытие 21.25. И Авраму прикал вимелеха за колодец с водою, который отняли рабы вимелеховы. 2 Царств 23.16. Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодеза Вифлеемского, что у ворот и взяли и принесли Давиду, но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Отнятие воды в колодцы наказание Божие. Колодец есть, а воды нет. Иеремия 14.3. Вельможи посылают слуг своих за водою. Они приходят к колодезям и не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами. Плестыженные и смущенные они покрывают свои головы. Колодец закрывай и запирай, чтобы ребенок туда не сунулся. Лука 14.5. Присем сказал им, если у кого из вас осел или волк так, или волк упадет в колодезь, не тотчас или вытащить его в субботу. У Павла четыре овцы рухнули в колодец, в яму. Это наша вина, пожалуй, в той местности. Раньше еще наши рыли под воду для полива, так не говорили. Хотя я и не знаю, где они утопли. Там колодец был пошире нашего. Не овечка, а бык свалился. Если закон такой есть, значит были и нарушения. Сравнение. Жена колодец. Жена колодец. Жена это колодец. Притча 5.15. Ну ты понимаешь, что теря стоит? Понимаю, понимаю. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Притча 23.27. Потому что блудница глубокая пропасть и чужая жена тесный колодец. Одна наша сестра работала в гостинице. Ну, разные там люди. Клавдия звать Иванова. Хорошая сестра, она из пятидесятников. Ну и один к ней прямо пристает, пристает, а она выдает там простыни все такое. Она тогда повернулась к нему и говорит глубокая пропасть, блудница, а жена чужая тесный колодец. Он говорит, что? Колодец тесный, тебе ни руками не ухватиться ничего, чужая жена. Он от нее отшатнулся, больше не стал даже подходить. Сила в Слове Божьем. Общая могила. Первая Маковейская 7.19. Общая могила, где? Везде женщина расставляет сеть. Эта могила пляшет, крутится. Ну, а если жена, это же не совсем могила-то. Считай. Первая Маковейская 7.19. Тогда Вакхит отступил от Иерусалима и расположился станом при Ви-Зе-фе и послав поймал многих избежавших от него мужей и некоторых из народа, заколол и бросил их в глубокий колодезь. 2 Маковейская 1.19. Ибо когда отцы наши отведены были в Персию, тогда благочестивые священники, взяв огня с жертвенника тайно, скрыли его во глубине колодезя, имевшего безводное дно, и в нем безопасно сохранили его, так как никому неизвестно было это место. У нас была знакомая, глубоко верующая глава Иванова, и работала она в гостинице, и вот к ней какой-то кавказец стал приставать, она на вахте выдает белье, и тогда она сказала ему, чужая жена тесный колодец, ты все имущество тут оставишь и домой не вернешься, и он отошел, что-то промямлил и больше не глядел на нее, кольцо, украшение скинии, исход 39.20, и еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам Ефода снизу, с лицевой стороны его, усоединение его над поясом Ефода, кольца вдергивали в ноздри быкам, 4 царство 19.28, за твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удило мое в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты. Так Бог вложил кольцо в нос Наполеону, Гитлеру, коммунистам в Афганистане, сравнение притча 11.22, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная, кольцо золотое, красота тленная, тогда украшения были и в носу, Исайя 3.2, персни и кольца в носу, и на одежде, и на голове, про Леонида Брежнева, генерального секретаря СССР, говорили, что у него есть все награды мира, кроме Эфиопской, кольца золотого в носу, как у их вождей, Иудив 10.4, обула ноги свои в сандалии и вложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды и разукрасила себя, чтобы прелестить глаза мужчин, которые увидят ее, кошелек, бумажник, были командировки и аккредитивы, вот так жена характеризует своего мужа, которого она не ожидает скоро, и проводит время интересно с другими, притча 7.20, кошелек серебра взял с собой, придет домой ко дню полнолуния, из сайта 3.21, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки. И сегодня по интернету можно деньги перестать, кошелек называется, интересно так звучит. Исайя 46.6 Высыпает золото из кошелька и весят серебро на весах и занимает серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяется ему и повергается пред ним. Агей 1.6 Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Если не умеет экономить жена, все везде то звонит, то еще что-то, сыпет и сыпет, свет не выключает, горит непрерывно, смотришь, дырявый кошелек. Иголка, это, в это входит швейная машинка последней модификации и оверлоки, и вся премудрость ручная, ножная и электрическая. Главное во всем игла, заклепкой сшиваем, гайки накручиваем, это все скрепление как гвоздями. Экклесиаз 12.11 Слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди и составители их от единого пастыря. Слова мудрых собирает, а не разделяет. По этим действиям можно определить, что эти люди не по пути Божьему идут. Нитки это и провода. Бытие 14.23 Это что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал я обогатил Авраама. Смиру по нитке голубому рубашка. Голубому рубашка. Голубых ты не трогай, они без нас оденутся. Красной нитью акушерка повязывала руку младенца. Бытие 38.28 И во время родов ее показалась рука одного и взяла побивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав этот вышел первый. А он руку затянул, а другой вышел вперед его. Есть рассказ умирающего отца о том, как нужно жить дружно, чтобы враг не преодолел его сыновей. Экклесиас 4.12 «Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое стоят против него и нитка втрое скрученная нескоро порвется. Нитка говорит о согласии и о любви. Если мы всегда помним то, о чем все эти вещи говорят нам безмолвной проповедью, то мы жили бы в духе библейских изречений, а не мыслили бы, что попало. Ведро признак изобилия. Ведро это множество. Исайя 40.15 Вот народы как капля из ведра и считается как пылинка на весах. Вот острова как порошинку поднимает он. Прошлый раз к нам паломники приехали и говорят какая у вас тут благодать, как много тут ее. А батюшка и поведал о щедрости своей, хоть ведрами черпайте. Черпайте. Ну слово не слыкал. Ну черпайте. Черпайте. А зачем ты так сказал черпайте? Зачем? Ну я так говорю черпайте. Ну не говори больше так. Узда. Притча 26.3 Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Смотри, палка это тебя огреют. Узда милиция. Узда милиция. Узда это милиция, ОМОН, КГБ, армия, болезни, война, недостатки. Нету этого. Ну сделай разделение это я тебе даю. Узда милиция. Перепрыгиваешь через знаки припинания где-то. Еще и обороняешься. Псалом 31.9 Не будьте как кодь, как лошадь несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Исайет 30.28 И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Вот как. Вот тогда земля плоская и все такое. Всякой мерзости вере. Даже говорить противно. Нападение врага. Откровение 14.20 И стоптанные ягоды вточили за городом. И потекла кровь и сточила даже до уст комских на 1600 стадии. И так, что помет разбросан будет на лица. Человеческий помет. Дерьмо. высота мерила преступлений и наказаний. Горшок, котел, кастрюля, чайник, бак, фляга. Судей 6.19 Гедеон пошел и приготовил козленка и опресно изъев муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил горшок и принес к нему под дуб и предложил. Второе паралипоминон 35.13 и испекли пасхального агнца на огне по уставу и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях и поспешно раздали всему народу. Михея 3.3 Все инструменты они почти во всех житиях прослеживаются, описываются только случаи из чудесного применения. Например, копают колодец, а воды нет, святой слез киркой долбнул в стенку и вода полилась. Вода потоком пошла, его едва вытащили. Давно прошли водоносный слой и воды нет. Это ничем нельзя объяснить, как только чудом божиим. Я сам копал колодцы и не один и знаю, откуда вода течет. Любой из инструментов может быть и на пользу и быть благословением и на вред как наказание. Все окружающие нас предметы являются нашими учителями. Столы, скамейки это все было тогда. Скамейки были и Христос про них упоминает, опрокинул их. В нашем обиходе что есть это было уже и ко всему относились бережно. Все служило им в радость или в горе. Это зависело только от человека. ну тоже видно что не законченное брошенное. Сейчас мы будем события дня насчитывать. до сих пор до сих пор до сих пор